Добрый день, Династина! Добро пожаловать в новый канал! Это будет видео, где я говорю о своих планах на июнь месяц. Да-да, уже июнь, сегодня 3 июня, уже начало лета. Планов у меня громадьё, я даже не знаю, я покажу вам только то, что я точно хочу читать в этом месяце, потому что книги у меня разрастаются, просто у них уже своя собственная жизнь, они разрастаются в нескольких, просто бешеном количестве. По-моему, где-то 16 я сейчас читаю на Гудрис. Я даже ещё не все туда вбила из того, что я читаю, представляете, какой ужас. Поэтому то, что я вам покажу, часть из этого большую, вы уже видели, она просто плавно перетекает в июнь из планов на май. Начну я с вот этой книжки «One Hundred Shadows», это перевод с корейского. Это корейская писательница, перевод сделан на английский. «Юнг Йево», а сама книга написана «Хуанг Йинджин». Эта книга у меня пришла в мобоксе, и я так вот, после того, как я прочитала первую главу, так к ней не подступало. Всё-таки я хочу её добить в этом месяце. Также из серии «Добить», где я пробовала первую часть, я наконец-то хочу закончить «Essex Serpent». На русский язык она ещё не была переведена, только вышла в прошлом году на английский, и эта книга обошла, по-моему, каждый англоязычный буктюб. Мне первая глава, которую я прочитала, не особо впечатлила, но я всё-таки хочу вчитаться, потому что все блогеры, которые мне нравятся, ещё мне не доверяют, эту книгу сильно хвалят. Так что думаю, что в июне у меня всё сложится с ней. В мае месяце я не продвинулась ни на одну главу с книгой Макта Забода Дор. Дверь как была на 56-й странице, так и осталась на 56-й странице. Это, конечно, трагично, потому что книга, на самом деле, прекрасная. И да, я хочу дать ей ещё один шанс. Проблема случается в том, что здесь очень мелкий текст в этой книжке. Если бы её издавали в России, то, наверное, это было бы не 262 страницы, а 400, 450. И весь чар, когда я прихожу с работы, мне тяжело в ней вчитаться. Но я всё-таки хочу попробовать дочитать её. Также две книги, которые я собиралась читать в мае, но так и не подходила к ним. Это первая, 84 Чарин Кросс Рот. На русский язык она не была переведена, она такая маленькая, написана в эпистолярном стиле. И здесь говорится о любителях старых книг. И вторая книга, которая, опять же, уже обошла весь BookTube в течение прошлого года, это победитель 2016 года Manbook International Award за лучший перевод на английский языковый язык. Книга «Вегетарианец» Хана Канга. И именно этот перевод выиграл Manbook Prize. Книжка, опять же, небольшая, но я всё как-то не могу к ней подобраться. Также я всё ещё не дочитала Артера Шницеля Dream Story. Я сейчас нахожусь на половине. Мне эта навала нравится больше, чем я ожидала, мне понравится. Но она как-то идёт у меня. Вот я иногда прихожу вечером, думаю, хочу что-то почитать. Давай я почитаю эту, чтобы закончить. И потом сама себе, в прошлом прощении, говорю. Нет, я не хочу это на нас читать. И она так откладывается, откладывается, откладывается. Но скажу вам точно, мне она нравится уже намного больше, чем фильм. Хотя она довольно кематографичная. И что очень интересно, это, конечно, название главного героя. Я чем больше читаю, тем больше думаю, а почему Акунин назвал своего главного героя, своего сыщика Федорина. Потому что главного героя Доктора книги зовут Фри Долин. И по его манерам, если честно, он мне Федорина даже очень сильно напоминает. Так что, может быть, Акунин был впечатлён этой книгой? Что вы знаете, дайте мне знать. Я продолжаю читать Софишин Грейс. Опять же, на русский язык она не была переведена. Я продвинулась совсем чуть-чуть, и меня в этой книге очень сильно напрягает язык. Он специально так написан. Я всё понимаю, и хорошо, что он так написан. То есть это имеет абсолютно место быть. Но здесь автор пытается передать местный диалог. Диалект Висконсина, такого деревенского Висконсина, в очень узком, зажатом обществе, которое не общается с людьми извне. Это религиозная секта. И поэтому построение языка очень такое... Много ошибок речевых. Это сделано специально. Я всё понимаю, но читать для меня это очень сложно. Именно из-за этого я просто вязну в словах. Мне всё время хочется их исправить. Такая проблема есть у авторов, которые хотят передать не то, что даже диалект, но ещё акцент местный. Особенно это любят шотландцы делать. Потому что шотландский акцент, очень многие слова английские произносятся по-другому, ударение падает. И что они делают? Они когда пишут по-английски, они, например, букву забирают и ставят точку. Или вообще ничего не ставят. И когда ты читаешь, то нужно действительно войти в ритм, чтобы понять вообще, что это слово значит. И мне это реально не нравится. Я предпочитаю эти книги слушать в аудиоформате, где будет путь шотландец с акцентом из глаз, гуссом читает эти книги. Вот здесь та же проблема. Ещё в этом месяце хочу дочитать «Ерипеда», наконец-то. Осталось два произведения. Я хотела прочитать «Дети Геракла» в мае, но так и не притронулась к ней. Так что первые переходы в июнь. И «Полит» тоже переезжает со мной на четвёртое произведение в июнь. Так что, как вы сами видите, у меня очень много переезжает. Продолжаю свою эпопею с Александрийским квартетом. У меня остался последний четвёртый том, «Клея». Вот его я тоже буду заканчивать. Я очень надеюсь, что я закончу его на высокой ноте. Мне понравится также сильно. Осталось три книжки. Да, я начала читать сегодня Маргарет Артвуд и её «Хэндмэнстейл». Я всё откладывала, я её ещё не читала. Ну, во-первых, сейчас хотела сделать сериал по этой книге, он должен выйти. Но главная ещё причина, я хочу именно сейчас её прочитать. В коротком листе Бейлис, который анонсирует, победил через четыре дня, есть книга, которая называется «Пауэр, сила». И вот её написала протеже именно Маргарет Артвуд. И считается, что очень сильно повлияла на неё вот эта дистопия. Те права женщин безумно сильно ущемляют. Я начала, как я уже упомянула её сегодня, я сейчас нахожусь, по-моему, на 54-й странице или на 56-й. На 50-й. И мне пока очень нравится. Язык написания очень простой. И действительно, я могу понять, почему эту книгу сравнивают с Чосер и его контрибургскими историями. Потому что действительно, вот это вот урывочное написание, как будто мы смотрели на вспоминания, действительно напоминает. Ещё книгу, которую я начала читать вчера или позавчера, мне очень, очень, очень нравится. Это Чино Ачиби, «Things fall apart». Я не думала, что мне столько понравится. Я уже показывала её в покупках пару месяцев назад. Мне пока безумно нравится. Я тоже где-то, где-то 50-какая-то страница, я в неё вчиталась. Очень рекомендую. Вот пока вообще невозможно оторваться. И мне так нравится, как он описывает культуру и быту. до конца 19 века африканское поселение в Нигерии. До того, как туда пришли, можно сказать, загадили его верующие, которые всё хотели визуализировать, чтобы несчастные африканцы в своей клане стали верующими. В этой книге будут описываться «Класс культур». Очень нравится. Просто очень нравится. Я не могу оторваться. Я уже купила вчера вечером продолжение этой книги, потому что это первая книга из трилогии американской. Ну и, наконец, последняя книга, которую я хочу просто обязана напомнить в этом видео. Я начала перечитывать «Войну и мир». Это первый и второй том. В одной книге у меня в издательстве, в издании четыре тома о двух книгах. Начала я его вчера, а не в пятницу. Я бы как-то вообще забыла, что пятницу нужно начинать. И вот я себе... Нужно читать шесть глав в день со всеми в группе на Будриице. Ну, в общем, как вы сами видите, я нахожусь на 108-й странице. Я себя еле оттащила вчера вечером, потому что каждый раз, когда я читаю эту книгу, это как идти первый раз на свидание. Мне очень нравится. То есть мне очень, 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 очень нравится. Я всем рекомендую. Я считала ее больше 20 раз точно. И я не знаю, сколько раз я буду еще перечитывать. И да, действительно, очень много французского. Но, Господи, каждый раз... Чем старше становлюсь, тем иначе я вижу персонажей. Действительно. Чем старше становлюсь, тем больше мне нравится Пьер. Когда я была молодой, мне Пьер вообще не нравился. Вообще не нравился. Из каждого... Я перечитываю где-то раз, каждые два года где-то, или каждый год. И каждый раз, действительно, я взрослею и по-другому смотрю. И что очень интересно, вот это издание, я забрала его с своего брата 4 года назад. Это далеко не единственное издание, в котором я считала «Войну и миру». Моё любимое издание сгорело, когда, наверное, был пожар, книги не осталось. Вот эту книгу я купила на Невском проспекте в доме книги в 2003 году. И тогда, когда мне было 20 лет, я, конечно, была очень брутальна по отношению к книгам. Я везде делала заметки на полях. И вот каждый раз, когда я читаю с ними... В последний раз я перечитывала это издание у моего брата дома. Все, как забрала, посмотреть, сколько заметок. Я каждый раз понимаю, что, конечно, в 20 лет я по-другому воспринимала многие вещи. Вот эти заметки на полях как дневник, они тоже поднимают настроение и делают чтения еще более захватывающими. Если вы еще не читали «Войну и миру» или давно не перечитывали, я просто... Я не могу достаточно сильно рекомендовать эту книгу. Она прекрасна. Она просто замечательна. И если вы читали недавно переизданное в России, первое книжное издание «Войны и мира» с другим концом, которое... Первые два тома называются «1805-е вторые два война». Я не знаю. Я начала, я прочитала первый том, я понимаю, почему сам Лев Николаевич изъял ее из редакции и переработал, и конец стал другим. Конец был совсем другой, первый раз, когда вышла. «Кто я такая, чтобы спорить с гением?» Я... Это не моя... Моя образование. Если сам Лев Николаевич решил, что нужно переработать текст и переработал, то я просто доверяю и буду читать именно в том классическом варианте, который он хотел, чтобы нам остался уже после 1869 года. А его напечатанная книга в 1867, ну да, ее переиздали в России, и она есть и в интернете, можно прочитать, но... Когда я была маленькой, в свои первые разы перечитать это произведение, мне так не нравился конец. Мне так раздражал конец «Войны и мира», и мне все хотелось переделать, переписать. А чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится то, что Лев Николаевич переписал ее, то, что он переделал конец, и его эссе, который будет все больше и больше, и то, что в эпилоге две части. Тем больше я соглашаюсь, что да, эти философские мысли, то, как он пытается себя реализовать через Пьера, да, мне очень-очень нравится 108 страниц, и я действительно сегодня отодрала, я буду читать другие книги, потому что была моя воля, я вот реально я бы считала только «Войну и мир», пока не зачитаю этого тома. Я такой человек, я когда ее беру, я никогда не могу ее отложить. Обычно это получается взахлеб. А я хочу попробовать читать так же, как я читала «Миддл Марч» и по шесть глав, и подумать, шесть глав, и подумать. И очень интересные девочки, которые решили читать по шесть глав, они очень стратегически их разметили. То есть дело не только в страницах и двух месяцах, а дело еще и в фрагментах, потому что шесть глав – это Санкт-Петербург, следующий шесть глав – это бал в доме Ростова, следующий шесть глав – это умирает отец Пьера, Кирилл. Очень интересно эти шесть глав, шесть глав, шесть глав. Действительно, они правильно продумали вот это совместное чтение, снимая перед ними шляпу. Если вы знаете, о чем я говорю, я говорю о Анч и Ямине, англоязычных блогеров, которые в прошлом году прочитали «Войну мир», пришли в экстазы, это тоже их любимая книга, и они хотят, чтобы больше людей в англоязычном мире читали «Войну мир», и они придумывают эту группу, где они говорят о всех переводах. Существует девять переводов на английский язык «Война мира», и они пытаются, что больше, больше людей ее прочитали. Так что, если вы читали что-либо из всего списка, что я вам сегодня показала, если вам что-то понравилось, не понравилось, или вы тоже планируете читать те же самые книги, что и я в июне месяце, дайте мне, пожалуйста, дать в комментах внизу. А вам всем приятного чтения. До свидания.